Мы нет, не находим общий язык. Что говорить между собой не могут договориться сами собственники. Часть жильцов дома номер 39 по проспекту Юбилейный решили отказаться от услуг ЦК «Оборовск» в пользу молодой компании «СКАД». Мы как живем в этом доме уже с 95-го года, как эксплуатацию дома приняли, и все, с 95-го года живем, и вот такая всегда ерунда у них. Проблема у них опять зимой с чисткой снега будет, с уборкой этой. И так же территорию плохо не убирает тут все. Собственники провели собрание, где люди большинством голосов решили отдать свой дом в ведение компании «СКАД». Но остальные жильцы такое решение посчитали неправомерным. В августе направили иск в суд, который оставил его без удовлетворения. 17 сентября решение суда вступило в законную силу. Но прежняя управляющая компания всячески затягивает передачу дома и техническую документацию на этот дом. В итоге сложилась странная ситуация. Сейчас дом обслуживают сразу две управляющие компании. В ЦК «Оборовск» нам пояснили, что в данный момент не намерены расставаться с пятиэтажкой, в которой без малого 100 квартир. При этом ссылаются на жилищный кодекс и федеральный закон. «Для передачи дома составляется двухсторонний акт. Других никаких путей нет. Сегодня никакого акта нет. Сегодня происходит, что приходит эта управляющая компания «СКАД», срывает наши таблички, срезает наши замки. Вот вся цивилизация. Когда будет последнее решение судебное, вот тогда будет разговор. Сегодня дело в суде. Они об этом знают. В суд подали не мы, а собственники. До октября, когда и должно состояться заключительное судебное заседание, ЦК «Оборовск» отказывается передавать техническую документацию на дом. У самой пятиэтажки постоянно дежурят сотрудники охранной организации. Мое дело охранять. Если кто-то подойдет что-то делать, то остановить. По выяснению подъедут руководители. Нашла коса на камень. Собственники не могут договориться между собой, управляющие компанией, поделить дом. В итоге может сложиться и вовсе парадоксальная ситуация, когда у жильцов на руках появятся сразу две квитанции об оплате услуг на ремонт и содержание дома. Мы будем следить за развитием ситуации. Алексей Запутряев, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.